Добрый вечер. У подлости редко бывает автор. Она происходит сама по себе. Она, как правило, не персонифицируется. Откуда-то берется, становится данностью, испортив жизнь людям. Большинство подлых законов Госдумы именно так и появляются из ниоткуда. Сами по себе где-то пишутся, проходят все три чтения, которые карательно рушатся на страну, обязывая людей к исполнению. Но подлый закон о бальной системе учета нарушений, он авторский. Его придумал защитник автомобилистов Вячеслав Лысаков. Своим именем он украсил эту подлость еще на стадии законопроекта и сопровождал до начавшихся в пятницу чтений. Прославиться можно по-разному. Есть приличный способ, что-нибудь полезное изобрести или открыть. Например, сделав радио, упорядочив в таблицу химические элементы, построив самолет, телевизор, придумав фотоаппарат или какую-нибудь интересную химическую реакцию, открыв физический закон. А можно войти в историю, например, убив Пушкина, став председателем ВЧК, возглавив гестапо, придумав пытку, казнь или какой-нибудь нормативный акт. Подлость закона имени Лысакова, она многостранична. Главное, водителей сдают в аренду полицаем и судьям. Неважно, насколько водитель осторожен, профессионален, законопослушен, теперь не ему решать, хорош он или плох, и когда именно ему предстоит начать ходить пешком. Полицаи давно мечтали о бальной системе. Она позволяет сразу приступать к торговле, поскольку с первой минуты разговора понятно, сколько штрафных баллов необходимо инкриминировать водителю, чтобы он согласился на любую взятку. Неслучайно специалист по борьбе с коррупцией в отдельно взятой Нижней палате парламента Яровая, несмотря на пятна репутации, коррупцию в законе имени Лысакова распознала сразу. К тому же Лысаков, зампред тематического комитета по борьбе с Конституцией, вводит своим подлым законом еще и двойное наказание за одно и то же деяние. Сначала водителя штрафуют, потом, подытожив баллы, штрафуют еще раз, после чего лишают права управления. Это уже третья растоптанная норма основного закона, переставшая действовать благодаря работе профильного комитета именно в отношении водителей. А еще подлый закон имени Лысакова вводит удвоение наказания за повтор. В уголовном праве такого нет. За второе изнасилование, кражу, убийство закон не предусматривает двукратного увеличения ставок, а в административном праве такое есть. За повторное превышение скорости двойной тариф на юридическом языке двойное наказание. Быстро едущий водитель нуждается в более сильном воздействии со стороны государства, чем убийца. Кстати, в подлом законе уже прописаны неприкасаемые, про них ласково сказано, водители, которых нельзя лишать права управления. Вот мне почему-то заранее кажется, что это водители на определенных должностях, не имеющие личных заслуг перед историей страны, но имеющие отличные кабинеты. Лысаков собирается к следующему чтению внести в подлый закон поправки, определяющие начисление баллов только за грубые нарушения. Например, за встречку, за проезд на красный, за превышение скорости больше, чем на 60 км в час, а также за езду по обочине. Первые три пункта достаточно логичны. Четвертый с обочиной означает запрет на профессию для дальнобойщиков. Именно вот по нашей стороне, где в одну полосу в каждую сторону, дальнобойщик, как профессионал, при первых признаках обочины обычно сам вежливо уходит в правую сторону, чтобы дать стране нормально проехать. Теперь, благодаря вот этой бальной системе и тому, что езда по обочине это теперь особо тяжкое правонарушение, карающиеся баллами, одно из двух, либо вежливый дальнобойщик-профессионал получает запрет на профессию, либо он едет в своей единственной полосе, выстраивая в спину, в хвост, всю остальную страну, потому что по обочине ездить нельзя. Такая отменная депутатская подлость. Примечательно, что приставы несколько лет плакали по поводу нерентабельности взысканий ниже 600 рублей. Ну, у них норма час, и конверт стоит дороже. Лысаков предложил увеличить ставки, и самый дешевый штраф поднять ну, хотя бы рублей до 500. Это и приставам поможет, и бальной системе, поскольку каждые 100 баллов означают 1 рубль. А здесь получается, что любое нарушение, вернее так, каждые 100 рублей означают 1 балл, и получается, что даже минимальное нарушение это сразу 5 баллов. Тогда быстрее выйдешь в финал, быстрее успеешь за год набрать искомые 200 баллов, после которых идешь пешком. За возвращение бальной системы, провалившейся в СССР именно в силу своей запредельной коррупционности, Госдума в первом чтении в пятницу проголосовало единогласно. 237 голосов. Против не было ни одного приличного человека. Не нашлось их в зале. Не было. Единогласно. Теперь обратите внимание, как неожиданно меняется с годами смысл слов. Например, справедливость это не что иное, как юстиция. У нас даже есть в стране Министерство справедливости. Министерство юстиции. Но никому же в голову не придет в наш Минюст идти за справедливостью. Ну, это совершенно последнее дело. Депутат переводится на русский язык с латыни как посланный. Ну, пока получается, что мы кого-то послали представлять в Госдуму наши с вами интересы. Мне кажется, что пора вот этому слову вернуть первоначальный смысл. И всех этих нелегитимных самозванцев действительно послать. В Госдуме, например, нет ни одного депутата, за которого я голосовал. И я среди своего круга общения не нашел ни одного человека, который знает того депутата, за которого, как ему казалось, он мог бы проголосовать. Там нету этих людей. Наших представителей там нет. А посланные там есть. Так вот, может быть, действительно вернуть этому слову изначальный смысл. И этих самозванцев все-таки послать, чтобы их имена остались либо в истории в прошедшем времени, либо в принципе не попали в историю. Как и полагается, сделанное Лысаковым ни в коем случае не характеризует его лично. Нет никаких оснований утверждать, что лично Лысаков мерзавец, негодяй и подлец. В отношении него неприменимы понятия мерзавец, негодяй и подлец. То есть, очень сильно будет неправ и по большому счету он будет лжецом, если скажет, что Лысаков, мерзавец, негодяй и подлец. И вот перед тем, как так всерьез на волне весеннего обострения начинать реформировать водителей, самое время предварительно отреформировать полицию и суды. Потому что то, что происходит у нас с применением права в судах и то, что у нас происходит на дороге, это ни в коем случае не имеет отношения к закону. И если у депутатов Государственной Думы есть ощущение, что они должны выстроить идеальный мир законодательного террора, то все-таки не с населения надо начинать. Понятно, что особенно сегодня, в день рождения кровавого палача русского народа товарища Ленина, это уместно. И тут историческая параллель такая невольная. Те большевики тоже строили идеальный мир. И Ленин говорил о том, что ничего страшного, если 90% населения России не доживут до светлого коммунистического будущего, но хотя бы 10% доживут, и это нормально. Это исторический подход. Контрреволюционеры решили, что они построят рай на земле. И сегодня Зюганов перед камерами как раз говорил о том, что вот она, райская жизнь, она и была обещана большевиками. И как вы знаете, наша страна по закону является не правоприемником Российской империи, а правоприемником СССР. Мы подписали массу международных актов на этот счет. Мы являемся прямыми законодательными последователями Советского Союза. Законы Советского Союза это то, с чем мы имеем дело. И подход к человеку остался точно таким же. Если нужно уничтожить какое-то количество людей для того, чтобы построить мир на земле и рай на земле, то большевики, конечно же, не стеснялись и устраивали террор, а мы сейчас устраиваем законодательный, избирательно назначив водителей виноватыми. По данным Единая Россия, на сегодняшний день в экономике нашей страны в живых осталось 1300 предприятий, на которых работает 20% населения. Пара министерств пыталась посчитать, кто же в этой стране платит налоги. У них получилось, что все-таки половина трудоспособного населения платит налоги, но половина не платит. Поэтому решили реформировать срочно водителей многократно. И Медведев этим занимается, и Госдума, и вот у нас подлый закон имени Лысакова. Историк Корнелий Тацет был такой, он все время очень правильно сказал, чем ближе государство к падению, тем многочисленней его законы. Тревожная ситуация. Перерыв на новости. Телефон этого экипажа 6510996. Начинаем общаться о том, что интересует вас, а не только меня. Алексей, здравствуйте. Вы у нас сегодня первый. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Значит, хотелось я у вас давно-давно спросить по поводу господина Лысакова. Для вас это действительно открытие, что вот он подобные вещи может делать или все-таки нет? Ну, я в человеческой подлости уверен больше, чем в человеческой доброте. Не могу сказать, что он меня сильно разочаровал. Хотя всегда есть надежда, до последнего есть надежда, что человек приличный. И мне всегда проще про любого считать заведомо, что он очень хороший, а потом постепенно разочаровываться. я никого, пока он не заслужит, не снимаю с пьедестала. Ну, вот Лысаков как-то не удержался, померк. Да, к сожалению, да. Но дело в том, что просто я его несколько лет знаю, в общем-то, для меня это не было удивлением. Меня еще, знаете, вот ко всему этому озвученному другой вопрос интересует. Вот ваша радиостанция, да, вот Синам-ФМ, она, в принципе, позиционирует себя как, ну, либеральных взглядов, да, вот, людей, которые чувствуют себя свободными. Вот, сегодня с утра ваш коллега, значит, впрямую поддерживал господина Медведева вот с этой всей идеей, что надо водителей всех заставить ходить там в колонну в шерембу, ездить включительно с одной скоростью и так далее. Я понять не могу, откуда у людей вот эта казарма в голове. Ну, знаете, это же не имеет отношения к радиостанции, это же именно личное отношение, и, ну, что делать? Все, как сегодня у нас товарищ Ленин на слуху, а он, помните, говорил о том, чтобы свободным от общества не получится, у каждого свои заболевания, в том числе и профессиональные, и что ж тут поделаешь? Можно только посочувствовать людям, которые такую картину мира видят. Да, печально. Да, я вижу мир несколько иначе. А как вы считаете, все-таки бальная система это коррупционно, это подло, или это блистательно и перспективно? Ну, вообще, с одной стороны, конечно, злостных нарушителей надо как-то убирать с дороги, но все, как обычно, выглядит в жизни, как бы хорошая идея воплощается совсем иначе. И я бы не сказал, что в наших условиях это вообще возможно так делать. Но у нас делается, по-моему, сейчас все для создания коррупционных условий. То есть, чем больше штраф, тем, понятно, больше интереса. Начиная там с пьянки и уже, по-моему, все подгоняют, чтобы полицейскому было интересно один раз взять много денег, чем вот как они раньше там по чуть-чуть собирали, там стоя с этими радарами, там и так далее. То есть, у меня такое ощущение. Да, по чуть-чуть уже действительно неинтересно, не только им. Тем более, тут много чего изменилось с тех пор, когда Ленин руководил этой стороной, но далеко не все в лучшую сторону, к сожалению. Спасибо вам, Алексей, тем более, что вы тоже, в общем, не сильно удивились происходящему. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, дозвонился вам. Привет всем, радиослушатели. Финамо Фэма. Слушайте, вы, конечно, как бы это трогает очень сильно задушу вообще эти все законы, обочина, там еще что-то. Странный закон. Насчет депутатского корпуса, просто такое мнение, что это вообще шапито какой-то, или генеральный штаб ГИБДД России, а не Государственная Дума. Ну, у них, знаете, газета «Московский комсомолец», простите, газета «Московский комсомолец» очень точно их назвала палатой номер 6, это довольно емкая характеристика на весь период этого созыва. Ну, палата номер 6 как бы не оказывала такого влияния на судьбу страны. Она была закрытым. Причем, вопрос-то в том, что надо заниматься как бы экономикой. Не получается. Не бытие определяет создание, да? Ну, как великий их не говорил, кормщик. из-за этого-то и все беды. То есть, надо дать сначала народу жить, а потом всему какую-то дисциплину требовать. Вот. Значит, просто возмущен вот этим делом. И вот люди занимаются как-то не своим делом. У них хотя бы какое-нибудь образование, автодорожное там есть у всех. Да нет, ну что бы. Медведев же тем более сказал, когда отчитывался перед ними, что вы на себя посмотрите. Вы все далеко не Кеннеди с политическими пристрастиями, тематическим образованием и блестящей биографией. Вы все пришли не по профилю, но это же не значит, что вы не должны работать. Он как раз им это в качестве оптимистического утверждения подбросил. Ни в коем случае никак упрек. Они хорошо поговорили. Ну, вы как, больную систему застали в советский период? Ну, конечно, я уже полкиник. Да, вы помните, как мы с вами в правах возили этот талончик, и как инспектор, увидев две просечки, как он блестел лицом. да, какое счастье было. Жизнь удалась. Да, и он сразу начинал смотреть, а что у вас в аптечке? Потому что просечка-то была за любое нарушение. Это потом уже стали вписывать туда нарушение. А поначалу-то, когда прокол делали, прокол делали за все, факт, нарушение был всегда с дыркой, поэтому можно было поймать человека три раза на аптечке, и после этого все, он получал сразу поражение в гражданских правах. И милиционер был в восторге, потому что, а как ты еще узнаешь, насколько разводить его? На троечок, или уже на побольше, а тут у тебя, вот оно, личное дело, а там две дырки. Красота. А помните те времена, когда нужно было успеть до конца смены гаишника сгонять в сберкассу и привезти ему квиток об оплате, и тогда он тебе отдавал права. А иначе нужно было ехать к нему в ГАИ, и там уже в группе разбора получать. И это независимо от того, где сберкасса находит. Да, конечно, конечно. Ну, Сергей, вот такая же тема, например, довелось мне в Германию поработать пару лет, я всю эту жизнь видел изнутри. Гаишник-то гаишник, он тоже человек, просто-напросто там невозможно ему предложить никакую взятку, из-за чего? Из-за того, что он как бы социально обеспеченный человек, ему не интересно вот это вот ничего. Конечно. И если в Германии вы ездили, знаете, как там на серпантинах, если там 40 километров, тогда бы еще по этой дороге пару раз проехать, чтобы эти 40 выдержать. Ну, и еще какой-то вопрос. Ну, в Германии, причем, все-таки есть отдушина в виде безлимитных автобанов, когда ты откуда-нибудь с горного серпантина спускаешься уже на равнину, наступаешь... Ну, но причем у немцев вот в последнее время появилось на безлимитном серпантине, безлимитном автобане у них, написано там 130. Это та скорость, которая рекомендуемая. Но уважаемый Герр может, конечно, ехать на все 300, но поскольку мы ему рекомендовали 130, то в случае, если наступит что-нибудь, не дай бог, страховое, то мы же вас предупреждали. И немцы после этого как-то, они понимают, что автобан безлимитный, но уже не особо хочется. И ногу с педалькой убирают. Хотя, вот я сколько по Германии ехал там где-нибудь на чем-нибудь таком пыхтелочном 200 идешь в среднем ряду и тебя как стоячего вжиг и что-то такое. Это понимаешь, что у него где-нибудь... Происходство. Да. И это иногда был мотоцикл какой-нибудь Дукати, а иногда это был автомобиль. И причем не всегда успеваешь понять, что это, потому что оно прыг и ускакало. У него было за 300, а у тебя всего лишь под 200. И потом его обломков не находишь, то есть оно нормально уехало и никому не создало никаких проблем. И выяснилось, что вот отстреливать его за эту скорость ну как-то не имеет смысла, потому что он нормально справляется с этой ситуацией, а мы не справляемся и поэтому у нас должно быть ограничение 40, 20, ну где-то 60, но ни в коем случае у нас не должно быть такой ситуации, когда ты выехал и поехал так, как тебе позволяют дорожные условия, твой опыт и твой автомобиль. Нет. Ты должен быть поднадзорным, подотчетным и камера, ну местная муниципальная камера должна немножечко помочь бюджету, потому что специально для этого она там и стоит. Вы уже письма счастья получали, Иван? Ну получал, как же, без того. Ну пока по мелочи на 300 рублей. Ну да. Сергей, у меня как читал я книжечку такая была, выходила книжечка еще в Советском Союзе, там не помню авторов, ну может быть, то моего возраста и читали, была популярная, хотя издательство было небольшое, там два автора американские описывали мафию, начиная ну какого там 1100 года, там японские, русские, американские, вы хотите сказать, что эту книжку в Кремле почитали? Ну и следователем были коррупции, и люди пришли к такому выводу, что коррупция прекратится только тогда, когда не будет выгодно нарушать закон. И это однозначно. Сергей, а вот такой вопрос, вот у меня достал выбор по машинам. Да, да, давайте. Хватит гелендвагенчика старого купить, или есть выбор перед крузаком с ноточкой. А что значит старенький? По внедорожным качествам. Ну, гелендваген выигрывает сразу и у всех. У него три блокировки. У него блокируется центр, зад и перед. У крузака такого нет. У крузака у него будет опция, это будет инсталлировано уже где-то специальными мастерами, может быть даже сертифицированными, но гелик, он по умолчанию блокируется весь целиком, поэтому вы имеете машину, у которой совершенно неубиваемые мосты и совершенно потрясающе продуманная трансмиссия. Именно благодаря этому он уже третий десяток лет стоит в производстве. Если у вас есть возможность, вот в руки просится гелендваген, нужно брать гелендваген. Единственное, что опасайтесь четырехлитровый турбодизель, вот тот самый, который D400, бегите от него, лучше всего какой-нибудь там 2,8, 3,2 бензин, вот что-нибудь это, ручка, автомат, это как повезет. В принципе, и на автомате он замечательно едет, и даже на ручке он нормально ходит. Гелендваген, они бывают разные, какие угодно, в нашей стране они всегда бандитские, в нашей стране процентов, наверное, 99,9, что это будет машина со скрученным спидометром, с какими-то там нюансами в биографии, если что, гоните его оттуда, то есть добывайте его за рубежом, привозите сюда, и этой машины хватит вам еще на 50 лет, на ближайшее, то есть в день своего столетия вы радостно окажетесь на улице за рулем Гелендвагена, будете очень красиво смотреться. Спасибо, Сергей, сто лет я жить не хочу, я не Ленин, все же таки. Ну, к счастью, Ленин не прожил сто лет. А вы, кстати, Ленина каким словом поминаете сегодня в его день рождения? А у меня папа хоть был офицер, в общем-то, ну, как бы любимый стишок в детстве был, когда он меня стоял на табуретку, я расставил камень на камень, кирпич на кирпич, и у меня, что наш Ленин Владимир Ильич, и он меня аплодировал за это. Да, я Ленина живым видел, а я в гробу. А я в лесу серый, а может быть, это было лень, не ловочка. Это были запрещенные политические анекдоты. Мы только что с Иваном вспомнили добрым словом дедушку Ленина, который, как известно, был добрейший, человечнейший человек, даже, может быть, где-то матерый, человече. Перерыв на новости. Экипаж у нас телефонизированный. 90, так, сейчас начну верные цифры, пароли и явки выдавать. 65, 10, 9, 9, 9, 6. Ну, когда работаешь на частоте 9, 9, 6, почему-то эти цифры просятся вперед. Руслан, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Сергей, а мне бы хотелось узнать побольше о Volkswagen Golf 3. Вот, что бы мне хотели сказать о нем? Скажите, а что еще непозданного осталось в вашем 3-м гольфе? Какую музейную достопримечательность вы про него еще не знаете? Ну, в принципе, о нем я вообще ничего не знаю. Ну, после девяток, знаете. После девяток это очень правильно. У вас карбюраторы или инжектор? Нет, у меня монастыр. Ну, у меня доход не очень большой. Вот, в принципе, взял его и пока что не подводил. Абсолютно правильно сделали. С каким пробегом, по крайней мере, по спидометру? Ну, 165 тысяч, и это самое, 1,6, ну, на механике. О, замечательно. 1,6, да тем более моно-впрыск, это очень неплохой мотор. У него сколько лошадей? Где-нибудь, наверное, под 90? Не, 75. 75. Ну, у них просто разные степени форсировки были. А кузовочек пятидверный или трехдверный? Не, купешечка. Купешечка, то есть трехдверный? Ну, да. Ну, потому что купешечка это вообще-то двухдверный седан. Мало ли, может быть, вы джетту взяли, потому что джетта в те времена тоже существовала. Вообще, когда вот к разговору о кузовах кто-то говорит, что такое купе, самым классическим представителем кузова купе является наш Запорожец. Это он и есть. Вот автомобиль с кузовом купе это Запорожец. Это трехобъемный, грубо говоря, седан с двумя дверьми. Значит, ваш третий Гольф это очень правильный автомобиль. Он трудяга. Поверить в 165 тысяч пробега довольно трудно, потому что лет ему много. Но при всем при том, вот у него даже, когда начинают уже высыпаться сайлентблоки подвески, что задний, что передний, он все равно продолжает пыхтеть, но ехать. Он погромыхивает, но он держит дорогу, он не ложится пузом на субстрат и по-прежнему скребется, ползет, пыхтит и не подводит. У него очень надежный этот моно-впрыск. По нему, как правило, проблемы... Но меня это поначалу пугало, а потом вроде у людей начало как-то чуть-чуть узнавать. Вот все, вашу передачу потом звонить. Это, Руслан, потому что у вас предыдущая машина была карбюраторная. Да-да-да. Ну, после карбюраторной машины всегда очень хочется, чтобы электричества не было, чтобы звучал патефон и, если можно, на примусе готовить еду. А поскольку человечество сделало небольшой шажочек вперед, уже изобретена электроэнергия, сотовые телефоны, впрысковые моторы. На впрыске это правильно, стабильнее работает, лучше. Заводится практически в любую погоду. Ну, ваша задача точно такая же, как у владельца девятки. Не проспать тот момент, когда нужно менять ремень ГРМ. Ну, просто, чтобы у вас не произошла катастрофа. Во всем остальном машина простая, как умывальник, поэтому никаких особых проблем не будет. Но только из-за износа. И через какое-то время полезут проблемы, связанные с жестянкой, потому что ее раза три-четыре приложили, так, по-мелкому. Соответственно, тут ржавчинка, тут штукатурка отвалилась, там обои немножечко поползли, тут сантехника подтекает. Ну, как в квартире, в которой до вас непонятно кто жил, бомжевал. Но зато вот, Руслан, когда вы сели в третий гольф, насколько удобной вам показалась эта машина? Да вы знаете, после девятки в 50-бальной шесткале там смелую пятерку можно ставить. Не гремит ничего, да и приятно ездит. И что самое интересное, ну, в повороты входит отлично вообще. Да, конечно. Вот теперь-то вы знаете, что такое управляемость. Раньше вы об этом только читали и слышали, а теперь вы потрогали это рукой. Причем, Руслан, когда вы сели за руль третьего гольфа, у вас насколько логично в руке оказался рычаг переключения передачи? Тянуться никуда не надо было. Насколько у вас правильная посадка? Насколько у вас сразу с большим спасибо к вам отнеслась собственная поясница, которая сказала, Руслан, спасибо, что ты пересадил меня в нормальное сидение после девятки. А педали у вас... Педали же в нужном месте. Они же растут оттуда же, откуда и ноги. Они же соприкасаются в лучшей точке контакта. Вам же не нужно шарить по полу, чтобы нащупать, где у вас газ, где тормоз, где сцепление. А подсветка кнопочек. Руслан, а как у вас светятся все? Что на дверях, что на бороде. Вы в девятке сколько раз на ощупь тренировались с попаданием пальца в темноте? О-о-о. О-о, Руслан, у вас начинается новая жизнь. Скажите, Руслан, вы когда-нибудь слышали о существовании такого всемирного дедушки Ленина, которому мы поклонялись и значки носили на груди? Да вы знаете, я 87-го года рождения и особо вот это вот, ну как, чуть-чуть так вот в курсе всего. В школе сколько... сколько уроков вам в школе говорили о том, кто такой Ленин? Вот так. Ну, да, просто, Руслан, по голосу было понятно, что вы, к счастью, не застали всего этого периода, и поэтому о Ленине у вас должны быть какие-то очень поверхностные впечатления. У нас-то они более глубокие. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте, Валерий. У меня есть, скажем так, может быть, немножко нестандартный взгляд на больную систему, просто есть некий опыт. Пожалуйста, пожалуйста. А почему вы считаете, что у нас запрещены какие-то точки зрения? В нашем мужском клубе, пожалуйста, дозволяется любое мнение. К сожалению, это не может быть повторено в России, по этому ряду причин сейчас поймете. Просто, волю и судеб, несколько лет назад я довольно в Сингапуре, и там есть больная система. Больная система заключается в том, что так же присваиваются баллы, так же присваиваются штрафы и прочее. Но эти баллы не видит никто. Их видит только автоматизированная система. Когда она говорит, о, твои баллы кончились, они просто блокируют право. Ух ты. Вот. Вы понимаете, почему у нас этого никогда не будет. Потому что спорт не придумала, как ему сделать хотя бы одну базу дать. Общая наша страна. Да. А вообще, в целом, Валерий, вот в Сингапуре вы обратили внимание на этот упорядоченный вариант жизни людей. Я могу очень много про Сингапур рассказывать вот именно упорядоченность жизни и упорядоченность воспитания. Рассказывайте. Вот прямо сейчас. У вас целых 5 минут. Вы знаете, вот такая вот интересная ситуация. Первый раз в Сингапур я попал в 1994 году. И тогда там было такое правило, я не знаю, правда есть она сейчас или нет, что были запрещены спидганы. С одной стороны, с другой стороны груза по штатным автомобилям, ну типа наших каблучков, скажем так, запрещено было ездить со скоростью больше чем 80 км в час. И наказание, ну скажем так, как полицейский мог узнать, ну тогда еще не было никаких не автоматических камер и прочих, как полицейский мог узнать. Значит, он у каждого автомобиля такого типа на крыше должен был прикручен такой специальный фонарик, который начинал мигать, если скорость превышала 80 км в час. И вот у одного своего китайского приятеля, как-то говорю, слушай, а ты лампочку выгруйте и мигать не будет, повторителей у тебя нет, тебя никто не остановит. Он так подумал, подумал, он мне говорит, если полицейский увидит, тогда в тюрьму посадят. И ведь посадят. А ты ее выкрути, встряхни и крути обратно, ты же не знаешь что, ну перегорел, откуда ты знаешь. Вот дальше человек долго, мучительно думал, думал, и нельзя. Я говорю, почему? А потому что нельзя. На сделку с совестью он не пошел. Да. Даже перед самим собой. Это на самом деле показатель, некий вот воспитание того, просто... Да, да, сильный показатель, очень наглядный показатель, не случайный абсолютно. И очень интересный, да. А как у них с общественным транспортом в Сингапуре? С общественным транспортом у них, ну как бы так, понятно сказать, если сказать супер, то не сказать ничего. А направления совпадают с интересами людей? Транспорт едет туда, куда нужно ему или туда, куда нужно людям? Нет, транспорт строится, это очень динамично развивается. Некоторые маршруты автобусные, они могут меняться буквально там раз в месяц, там и прочее, прочее. То есть, новые какие-то. К тому же, там очень демократичное такси, стоит очень дешево. И если, скажем, нужно вдвоем ехать, ну вдвоем или больше, скажем, вдвоем втроем, нужно ехать куда-то с пересадкой, скажем, автобус метро, либо там метро, куда-то там, метро в зависимости от того, сколько проехал, столько ты платишь, то такси взять дешевле. И проблем поймать такси, есть только в Китайске Новый год. А так абсолютно не проблемно. А турники-то есть в автобусах? Ну, по-моему, через Бога, тем, конечно. То есть, ни одна... А более того, в это самое последнее время, вот недавно буквально слышал объявление, ну, в качестве курьеза, скажем так, о том, что... Извините. О том, что, нивелировать нагрузку в метро, ой, там, извините, сингапурское правительство ввело бесплатный вход в метро до 7.45. Молодцы. Да, я могу себе представить, что бы у нас было, если бы кто-нибудь придумал что-нибудь бесплатно. А какое у вас ощущение от Сингапура, от трафика, от степени перегруженности дорог, как у очевидца? Ну, нет, перегруженности дорог как такового нет. Вот что такое... Да, они говорят, да, ужасный, жуткий трафик. Ну, значит, если вы обычно едете, скажем, тратите 20 минут, то здесь вы потратите, ну, 3 минуты. Даже не 25. Нет, понятно, что всякое бывает, там, скажем, если бывает там серьезная авария, ну, тут никуда не денешься. Хотя полицейские там, по-моему, не знаю, они, по-моему, живут под деревьями, и сразу, как только что случилось, они тоже появляются. А так очень тяжело найти. И полицейские, в отличие, извините, в отличие от полицейских известной нам страны, они совершенно четко понимают задачу о том, что их задача не наказывать, организовывать движение. Странные какие. А к нам нельзя завести пару батальонов? Ну, я пробовал договориться. Нет. Хотя, говорят, холодно. Тем более, есть шанс, что немножечко заболеют, и не ту бациллу привезут обратно. Это похлеще птичьего гриппа будет. Ну, это да. Болезнь наших полицаев. А при этом, ведь у них же государство искусственно сдерживает количество автотранспорта, и владение машиной это очень дорогое удовольствие. Ну, вот знаете, современных цифр я не знаю, вот я хорошо помню, понимаете, вот просто Сингапур был первой страной, в которую я приехал и надолго. Ну, относительно надолго, просто было несколько длительных командировок. И вот тогда, вот вспомните, 1994 год. Да. Тешевый автомобиль был ВАЗ-21083. Ну, понятно, что с правым рулем. Тогда еще наш автопром экспортировал. Он стоил, если мне память не изменяет, 32 тысячи сингапурских долларов. Тогда сингапурский доллар был практически равен дочь маркет. Но нужно было еще купить право либо выиграть в лотарее право покупки автомобиля. Это стоило в полтора раза больше. 42, что ли, тысячи. Это то, к чему мы идем. Вот. Но тем не менее, если вы хотите, вы можете взять машину на прокат. И там, в принципе, в Сингапуре это маленькая сторона. Там реально автомобиль нужен, скорее, статусное решение. Да, там тесно. Ну, в общем, довольно хорошо представить. Вот представьте, Москва, вот если вот юбочку новую не вспоминать, это грубо 30 на 40 километров. Сингапур грубо 30 на 15. Да, помельче будет. При этом он находится в вечном антагонизме с Куала-Лумпуром, с которым они постоянно делят шкуру неубитого медведя. Ну, уже недели. Ну, да. В общем, они же никогда агрессивно этим не занимались, они просто, у них было состязание, кто кому утрет нос не количеством гадостей, а роскошью преимуществом, кто умнее придумает свою жизнь. Ну, это уже второй, даже третий этап. Первый этап, понимаешь, рекомендации не в тему, но тем не менее, если будет время и желание, почитайте книжку, которая называется «Из первого мира в третий». Автор «Из первого мира в третий этапе» Это, скажем так, человек, который сделал современный светопор. Да, это тот самый человек, который по сей пор является почетным председателем страны. Нет, у него должность сейчас министр наставния. Да, он, собственно, является типа месье без досье, но при этом чрезвычайно уважаемый человек, который страной управлял как собственной корпорацией и именно поэтому достиг, ну, с одной стороны, потрясающих результатов, а с другой стороны, конечно, население он воспитал невероятно. Один штраф за брошенную жевачку на резинку чего стоит. Там же сейчас не продается жевачка или начали опять продавать? Нет, 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 она не продается уже давно. Ну, вот уж был у них период борьбы, когда они решили, что проще запретить, чем отучить людей, тем более-то китайская национальная черта плевать себе под ноги жевать на резинку. И есть что бы то ни было. Вот сейчас говорят, что в принципе еда в метро платная стоит всего 5000 негаповских долларов. Это штраф? Да, конечно. Ну, да, что значит запрет? Заплатил и кушай, пожалуйста. Спасибо вам за замечательное... А можно вопросик? Ну, не успеете, но давайте, начинайте. Хорошо, вопросик простой. Замена XC90 с двигателем D5. О, сейчас, после перерыва. Мы с Валерием настолько замечательно говорили о Сингапуре, что вопрос, соответственно, повис, перекинулся на эту 15-минутку. Вольво с D5 дизелем менять на что бы то ни было очень трудно, потому что машина грамотно получилась, здорово ездит. Что мне у нее нравится, это 90% крутящего момента на переднюю ось и 10% преднатяга на заднюю при любой дорожной ситуации. Дальше идет перераспределение крутящего момента. D5 очень хороший мотор, фантастический успешный мотор. С ним машина, конечно, оживает, ведет себя очень по-человечески. После Вольво вариантов пересаживания немного. Можно пойти, например, в сторону универсальной машины, полностью универсальной, это Туарек. Ну, Туарек, правда, может не нравиться. Туарек, он молодец, особенно вы, тем более, дизелист. То есть, после D5, когда вы пересядете на Туарекс 3.0, турбодизель, на пневме, соответственно, с оффроуд-пакетом, вы получите еще более универсальную машину. Она будет уже с зачатками серьезного внедорожника, при всем при том останется удобной легковушкой. Большой, удобной легковой машиной. То есть, на дальние расстояния по городу, ну, и оффроуд, оффроуд она преодолеет. Можно пойти по пути, например, такого остромодного возврата на наш рынок, как Mazda CX-9. Это тоже неплохо, но вот, как всякий американец, CX-9 или, например, Honda Pilot, они очень любопытно затеяны, у них хорошая энерговооруженность, с ними какое-то время интересно. С Pilot менее интересно, с CX-9 более интересно. CX-9, он, например, даже скребется по снежной каше в гору. Я буквально неделю тому назад на остатках снега попробовал, я заехал на тропинку, по которой любят ходить горнолыжники вверх. Я на CX-9 это сделал. Murano не советую, неинтересная машина. У Infiniti тоже ничего любопытного. Есть еще такая игрушка, опять-таки, хит сезона, это Ford Explorer. Вот Ford Explorer это очень хорошая легковушка, она тоже интересно сделанная, но она по налогам из-за своего серьезного мотора не лезет просто никуда, ни в какие ворота, реально дорого получается. Поэтому, если нет каких-то вот особых порывов, то, в принципе, замечательный был бы вариант это Volkswagen Touareg. Продолжаем общаться по телефону, у нас приятно, много звонков, мы за выходные соскучились друг по другу, 65, 10, 9, 9 и 6. Владимир, по-моему, это вы. Такое ощущение, Владимир, что вы дождались. Алло. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей. Хорошо, что вы дождались. Мы тут про Сингапур, пока друг другу много интересного. Это радостно. Сергей, у меня вопрос, собственно, вот какой. Я недавно себе купил новую машину, Grand Vitara 2, Suzuki. Замечательно. А вот хотел бы услышать ваше мнение об этой машинке. У вас коробка автомата или механика? Да, коробка автомата, 2 литра двигатель. Очень хороший, сбалансированный автомобиль. Это один из последних пограничных аппаратов, который уже не кроссовер, и еще чуть-чуть не внедорожник. Машина. Вот есть такой старший брат повышенной степени универсальности, это Touareg. Есть Grand Vitara. Очень честная машина с постоянным полным приводом. Вот мне в ней только не подходит размер багажника. Просто, на мой взгляд, маловат, хотя это у меня такие специфические грузопассажирские задачи. Во всем остальном, Grand Vitara прочная, хорошая машина. Сочетание 2 литров и автомата. Единственное, чем вам, может быть, не понравится, это расходом топлива. Ну, потому что она, конечно, будет подъедать. И у вас же там раздатка, а раздатки у вас понижайка, а понижайка, это вы король дороги, и в том числе, когда вы съехали с дороги, вы там тоже еще какое-то время царствуете. Вот. Так что очень правильный вы аппарат купили. Понятно. А вот скажите, Сергей, когда я выбирал машину, у меня рассматривало варианты еще AX-35 и AX-Portage. То кроссоверы, они интересны. Вот, например, AX-35 или Sportage дизельный в максимальной форсировке своего двухлитрового мотора, это упоительная машина. Она очень хорошо, очень четко, очень динамично двигается, на ней удобно в городе, а тем более, что Sportage, он еще и красавец, ко всему прочему. Но они все-таки кроссоверы. И когда вам нужно уже доехать не только к себе на дачу, но и на дачу к соседке, вот тут начинаются трудности. Гранд-Витара в этом отношении, она с более широким потенциалом, она будет биться до последнего. А Sportage с AX-35, они этого делать не будут. Они скажут, их бин больной, извините, я на этой лужайке лучше останусь. То есть, вы купили себе машину более широкого спектра применения. Понятно. Ну что ж, это хорошо на самом деле, потому что... Это замечательно. Во-первых, это все-таки японец. Не знаю, вот вы все время говорить про японское качество на самом деле. Это японец, и я был на фирме Suzuki, я смотрел, как японцы работают, и эти машины созидают, и они молодцы, работают они хорошо. Ценник там странный, и в том числе у Гранд-Витары, потому что я застал еще Гранд-Витару, когда она стоила 750 тысяч рублей. Знаете, это было не так давно, всего несколько лет тому назад. А вы ее брали наверняка за миллион с чем-то. Да, миллион 87 рублей, тысяч вернее, ну еще там плюс допы всякие, ну где-то там она под миллион с большим вышла. Да, 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 хотя вот именно в этом отношении у меня в голове начинается полное непонимание, потому что мне кажется, что столько все это не стоит. Но, с другой стороны, если абстрагироваться от цены, машина-то достойная, и ехать на ней можно, и ехать на ней интересно. Василий, здравствуйте. Да, добрый день, Сергей. Здрасте. У меня... Алло. Вы не замирайте так от восторга, вы в эфире. Да, здравствуйте. У меня вопрос, я сломал всю голову себе, у меня машина Subaru Forester уже предыдущего эфири. Простите, Василий, вы голову сломали об машину? Это травматизм на рабочем месте? Нет, к счастью, не от машины, а машина. И не от нее. И не от нее. Потому что у меня машине уже пять лет, я ее купил новый, пять лет езжу, у меня пробег очень большой, за это время я 230 тысяч накатал. Ух, это вы куда так ездили? Это полстраны? Это путешествие от Екатеринбурга до Нордкапа в Норвегии и до Италии. Соответственно, очень много путешествия. Потрясающе. И пришло время как бы менять машину и самое интересное, что вот мне нравится в машине, это ощущение волка в овечьей шкуре. То есть у меня турбовая машина плюс с небольшим тюнингом. 2,5 турбо. Да, получается, что машина как бы универсал, полноприводная, достаточно высокая, при этом она едет быстрее 6 секунд. И вот я не знаю, я попробовал несколько машин, но вот не могу найти. То есть на самом деле достаточно большая сумма, которую я смотрю, где-то до 2 миллионов. Но вот не могу на чем-то остановиться. Но вы же поедете опять на пол Европы и будете так с размахом путешествовать. Обязательно. Плюс сейчас почему универсал, потому что у меня понятно, что у жены есть вторая машина, да, но тем не менее я вожу и собаку, иногда детей вожу, иногда всех вместе вожу. Ну правильно, конечно. Да. Нужен обязательно универсал. Но, Василий, вы ведь уже что-то посмотрели. Вы наверняка уже к Туарегу принюхивались, вы уже смотрели на корейцев, или вы еще вокруг Японии все ходите? нет. Я только недавно начал задумываться о смене машины. Я посмотрел XC Volvo CX70 в максимальной комплектации 304 л.с. бензиновый двигатель. Но мне не очень понравилось, как она едет. Плюс еще, естественно, чем-то она мне не понравилась. Все-таки она не настолько заводная машина. То есть вы еще не успокоились? Вам еще с семьей собакой хочется позажигать? Ну, конечно, мне 28 лет. 28 лет. Как хорошо, вы избавлены от тягот с воспоминаниями, что такое Ленинский субботник, что такое день рождения любимого дедушки Ленина. Ну, как октябренком я был. То есть гляпаться успели? я был в последний год, да. А дальше была амнистия, после этого вы обрели свободу. Хорошо, значит, Вольва не подошла. Все-таки Туарек, который по-прежнему остается для меня машиной универсальной, вы уже его посмотрели? Или вы хотите какой-нибудь E-Edition Форестеровский дождаться в новой ипостасе? Вы знаете, возможно, но как-то он, вот я сегодня заезжал в салон, посмотрел новый Форестер, который появился. Какой-то он уже очень большой, и мне кажется, ну, вторая большая машина мне не нужна. То есть, я в основном на машине езжу один, понятно, что куда-то я и в отпуск езжу, и так далее, в путешествие, бывает много народу, много вещей, но в основном я езжу один. И, такая совсем большая машина мне не нужна. А Туарек, я уже на нем ездил периодически. То есть, у меня у друга Туарек как раз дизель трехлитровый, по-моему, на пневмоподвеске, вот так раз, который в Абсорде. Да-да-да-да. Он мне понравился, достаточно хорошая машина, но она немножко не то, все-таки вот, ну, как-то вот не сложилось вот конкретно с машиной. А какой-нибудь Ягуар с кузовом Универсал вы рассматривали? У них есть такая очень редкая разновидность автомобилей. Она, с одной стороны, шустрая, прыткая, в Европе вообще смотрится как родная, а при всем при том не очень большая. Ну, не больше, чем Хосе 70-ка, которую вы смотрели. Так, на самом деле, Ягуар нет, не рассматривал. Я пытался посмотреть сейчас вот БМВ третьей серии новой вышла, да, пытался посмотреть Универсал, но ни одного Универсала в Россию пока не ввезено. И не будет ввезено, потому что у нас за эти деньги можно купить квартиру в центре Москвы. А Ауди А4 Allroad? Да, я пробовал, но она немножко все-таки помедленнее едет, потому что там 200 лошадьевых сил, ну, там 210. Ну, вы же умеете колдовать над моторами, вы же знаете, как делается там, где 200, там и 245? Да, ну, это все равно, как бы, она со всеми колдованиями едет медленнее все равно, чем стандартный Forester. То есть, мне уже, как я вот в этом плане адреналиновый маньяк, и вот мне уже не хватает. Знаете, не соглашусь, стандартный Forester уступает Ауди А4 Олл Роуд, особенно, если она отчипованная. Но, что хорошо у Ауди А4 именно Олл Роуд, по управляемости это очень сбалансированный автомобиль, и если вдруг, не дай бог, вы допускаете какую-то дорожную ошибку, она вас вывезет, она вас вытянет, потому что она будет до последнего прогнозируемой, управляемой, и она будет у вас в руке именно вот Олл Роуд А4. Это очень успешный автомобиль. На самом деле, вот я к ней тоже присматривался, она мне внешне очень нравится, вот единственное, как раз, двигатель немножко смущал, но я обращу внимание. Посмотрите, там есть много интересного, но хотя вы можете, например, посмотреть себе Суперб, полноприводный, с двигателем 3.6, V-образная шестерка, 3.2, и Супербище, это тоже будет здоров, какой старец, потому что ТФСиевский, у него стоит аудежный мотор, наступил на педаль, и уже улетел светлое завтра. До завтра!